Сегодня на окно своего просторного кабинета Алексей Новиков вместе с десятками журналистов смотрел издание суда через прутья решетки. Уголовное дело объединило шестерых подсудимых. Каждый получал свою долю. Откат в 10% от кругленькой суммы обеспечивал Новикову безбедное существование. Самих предпринимателей избавляло от лишних нервов. На законные обжалования решения могли уйти годы. Когда-то в молодости работал следователем. Он представлял, как вся эта деятельность может быть выявлена. Вот что для этого нужно. Поэтому он решил, первое, напрямую не общаться с представителями организаций налогоплательщиков, а привлечь для этого в качестве посредников своих подчиненных сотрудников, в частности начальников второй и шестой налоговых инспекций. Но посредники тоже не торопились снимать маски и не собирались работать даром. В свою очередь для общения с предпринимателями они привлекли своих знакомых. О том, что звеньев криминальной цепочки становится все больше, господин Новиков не знал. С лета 2013 года по январь 2014 в общей сложности ими было получено около 5 миллионов рублей. Основная часть шла Алексею Новикову, меньшую подельники делили между собой. Выявили преступления сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции. Чернышев был снабжен видеозаписывающей аппаратурой под контролем оперативных сотрудников. Примерно в 9 часов утра он зашел в кабинет к Новикову, передал тому денежные средства в сумме 1 140 000 рублей. Примерно в это же время денежные средства Новикову передал Анисимов в сумме 958 000 рублей. И Новиков был задержан, был выявлен параллельный эпизод вот этого Анисимова. Тогда Алексей Новиков свою вину не признал, но в ходе следствия почти через полгода оперативники выявили еще один эпизод, который, как оказалось, был самым первым. Тогда посредников тоже было двое. Один из них – давний друг Алексея Новикова. Но после получения денег помощники отказались сотрудничать дальше и рисковать своей свободой. Его показания немного отличались по фактической стороне от тех показаний, которые давали Анисимов и Чернышов. В частности, он говорил, что инициатор получения этих денег не он, а Чернышов и Анисимов. Они сами его к этому склонили, просто чтобы замаслить его как руководителя. Окончательное решение, сколько в итоге лет придется провести в тюрьме и какой штраф заплатить, господин Новиков и его подельники услышат только в среду. Мы будем следить за развитием событий.